Влог, как проходила моя неделя. Начнём с понедельника. Моя мама предложила мне поехать в деревню, как вы видите, я в неё поехала. Мой друг обливал меня водой, потому что мне было очень жарко. Ну и так почти весь день мы то обливались, то ходили по заброшкам, ну или просто гуляли по деревне. Я поделала несколько фотографий, тут я поцарапалась на заброшке, ну а тут меня сильно облили водой. Козочки, от которых мы убегали, также очень красивые виды, ну а вечер был просто суперский. Я уже встретила другого друга, и мы пошли гулять по заброшечкам, ну и не только. Был просто офигенный закат, просто этот день запомнится мне надолго, я даже получила какую-то ранку. Ну и вторник, я проснулась от того, что происходило вот это. Ну, как говорится, не успели мы только проснуться с другом, нас уже послали идти на заброшки, искать колоды всякие разные, дали металлоискатель. Ну, кстати, много чего раритетного нашли, ну вы только посмотрите, что происходило в это время. Уходи отсюда, вон, уходи, по тобой всё валится. Обои. Да не будешь это за меня? Обои. Я смеюсь, смеюсь, тебе в лицо. Я тебе вредил, вон, я вон, я вон, я вон, я вон. Я вон, я вон. Потом мы пошли на заброшку, в котором есть электричество. Мой друг прикрутил лампочку, которую нашёл, и мы хотели проверить, работает ли свет или нет. Но сразу говорю, он не работает. Ну, хотя, когда мы включили щиток с электричеством, было гудение, и к дому проходили провода. Может быть, лампочка нерабочая. Ну вот, подходит уже время к концу, я собираюсь уезжать, мы, получается, поднимаем пол к домику на дереве. Это очень прикольно было и трудно. Среда. Я утречком сходила на маникюр, вот такой у меня, он теперь шикарный. Ну, а остальной день был очень-очень скучный, я только сходила в магазин за новым консилером, и всё. Четверг. Я весь день просидела дома и чуть не спалила кухню. А я её не спалила из-за того, что я жарила себе макароны с котлеткой, и был повсюду дым. Вау. Ну, зато вкусно получилось. Пятница. Мне написала сестра, я сказала, что почему бы нам не сходить на три заброшки. Ну, я, конечно, собралась и поехала к ней. Да? Давай. Не получилось с ней фортанулы, короче. Через сто пятьдесят метров поверните направо. Магут съел. Всем привет, мы идём на очередную заброшку. Ну, а погода, конечно, супер. Пока мы шли на первую заброшку, всё время гремел гром. Ну, когда мы пошли к ней, нам охранник отказал там погулять, потому что он сказал, что там алкаши сегодня сидят. А когда пошли ко второй заброшке, оттуда его всё вынесли, всё перегородили, мне кажется, её хотят сносить. Сказали, что местами солнечно будет. Ну, как-то так. Мы хотели пойти на третью заброшку. Тоже на заброшке, это заброшенный коттеджный посёлок. Но моя сестра отказывалась от того, что, типа, что с погодой. Ну, она такая, да пустяки, всё нормально будет. Мы всё-таки пошли домой. Ну, как пошли? Побежали. Начинался ливень. Мне ещё в это время позвонила бабушка, сказала, типа, вы там не промокли, всё нормально. Это когда на нас ни капельки не упало. То самое, ни капельки. В это время я чувствовала себя бомжом. Ну, и кеды, конечно, промокли. И у меня со временем начинает ехать кукуха, мне уже становится сто ве... Ой, мне и так весело было, если честно. Иду такая, мне так весело. Но вокруг меня это, конечно, жесть была. Да ещё был такой гром, такие молнии, просто мы чуть не оглохли. Просто какая-то жуть. Тут я уже с сестрой бегу до остановки, чтобы просто, как бы, спастись от этого дождя. Уже встречает река Амур, причём прямо на дороге. Ну, хотя я живу рядом с Артышом. Миленькая, это ещё не самое громкое, что мы слышали. Тут я конкретно превратилась в бомжа. У меня потекла вся косметика. Я просто, не знаю, я реально выгляжу, как, не знаю, с помойки вылезла из мокрой. Просто это ужас. Ну вот, мы уже почти дошли до дома. Ливень закончился, но молнии и гром не заканчивались. Вроде бы, когда мы сидели, сохли дома. Ну, как бы, ещё был немножечко дождик. Тут я уже сохну у сестры. Тоже сохну. Ну, тут я уже высохла. Стала кудряшом. Ну, ещё спасибо сестре, что она дала мне хоть чуть-чуть накраситься, потому что это реально был ужас. Я начала более-менее выглядеть, но всё равно, как бы, были такие нюансики с волосами и так далее. Типа, это вообще было жесть. Вот реально жесть. И, кстати, да, я тут сижу в пиццерии и кушаю с сестрой. Так что пожелайте мне приятного аппетита. Суббота. Весь день я просидела дома. Ну, и к вечеру я начала собирать свой чемодан. Воскресенье. Тут уже несколько минут до выезда. Я выехала из дома в пол первого ночи. Поехала в аэропорт. Тут я уже стою рядом со своим домом, жду такси. Я не спала всю ночь. Я досидела до утра. Уже 5 часов утра, понимаете, я не спала просто. Я проходила контроль, и вот сейчас поеду к своему самолёту на автобус. Просто был уже рассвет. Тут я уже взлетела. Это мой город. Я дурачусь с сестрой немножечко совсем. В самолёте было очень скучно. И я даже не спала в самолёте. Мне было лететь. Надо было 6 часов. Я тупо не могла заснуть. И тут я уже, получается, скоро должна была прилететь в туалет. В Курцию, в Анталию. Тут уже утро, я кушаю. Просто я не могла это есть. Там был сыр, я не люблю сыр. Потом поела простую булку, и я просто всё. Это был мой самый ужасный перелёт. Я не знаю. Я не знаю. Я схожу с ума, дайте мне пульт от ядерки. Ну вот, Средиземное море. Ну и я уже подлетаю. Просто я не знаю. Ничего не знаю. Просто. Спустя 6 часов геморроя и бессонной ночи я прилетела. Было очень красиво. Я пошла к автобусам. Ехала я до Анланги. Примерно около 3 часов. Может быть поменьше, может быть побольше. Кстати, да, извините, пожалуйста, за посторонние звуки. Потому что тут рядом со мной аквапарк. Тут постоянно свистят. Я не знаю, что делать. Я в самом тихом месте вообще-то здесь. Вот такой красивый вид на горы. Вообще, я ехала как будто не в лесу, а повсюду были домики. И было очень красиво. Мне так понравилось ехать. Причём я как будто была в Америке. Вот реально, мне это напомнило Америку почему-то. Но это Турция. Тут я уже приехала к Аланье. Просто вообще кайф. Вот такой вот у меня вид с балкона. Также я чуть-чуть покувыркала здесь. Если честно, вот так было больно по этой штуке полосить. Она была очень болючая. Вообще, я не знаю, как я до этого добралась. Ну-ка, также скатила из горки. Горка была, конечно, прикольная. У меня всё болело просто. Это ужас какой-то. Горка-убийца. Ну вот, я уже скатываю из горки. Такая прозрачная штука была. Мне она очень понравилась. И я вот скатилась. Спереди меня вы можете заметить вот этот аквапарк, который вот свистит постоянно. Ну, я попрыгала тут на каком-то батуте. Местном батуте. Вот так вот я провела хорошее время. Я ещё сходила, получается, на пляж на море. Ну, на Средиземное море. Ещё покупалась в этом аквапарке. Но еда мне тут не очень нравится, к сожалению. Я, конечно, очень устала. Кстати, после этого дня поспала 10 часов. И я всё равно не выспалась. Я вообще сейчас сижу сонная. Ещё когда я легла спать, все ужинали. Потому что тут было 9 часов вечера. Даже 8.